МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Чего хотят мужчины? Национальное телевидение подскажет идею небанального подарка коню защитника Отечества. Предвыборная кампания вступила в самую активную фазу. Началась агитация в средствах массовой информации. На телевидении появились ролики кандидатов. Президент страны Владимир Путин сделал ставку на прямую работу с людьми своих доверенных лиц. В столицу Чувашии приехал Денис Клебанов, доверенное лицо Владимира Путина. Диалог на равных прошел в столице Чувашии. Исполнительный директор российского движения школьников Денис Клебанов встретился со студентами. Показать на примере успешных людей, что современная Россия и страна возможностей, где можно добиться успеха в любой сфере, в любом регионе, основная цель диалога. И Денису Клебанову есть что рассказать студентам. Из-за проблем со здоровьем ему пришлось оставить большой футбол. Но уйти из порта он не решился. Удалось пообщаться со спортивной общественностью. Очень, на мой взгляд, великолепные условия созданы в Чувашском государственном университете для развития студенческого спорта. Большое количество спортивной инфраструктуры. Ребята принимают участие во всероссийских мероприятиях. Самое главное, что в этих ребятах, которыми я сегодня общался, я увидел столько энергии, столько страсти, столько любви к своей родине, что меня это действительно очень сильно впечатлило. С этими ребятами можно смело идти вперед. Встреча с сопредседателями и членами республиканского избирательного штаба Путина – еще один пункт из программы посещения Чувашии. Мы пообщались с коллегами из регионального штаба. Была пройдена большая работа и по сбору подписей. И сейчас ведется работа по коммуникациям с населением, с собиранием обратной связи. Это очень важно, потому что мы не раз слышали, и Владимир Владимирович говорил, что часть его предвыборной программы будет состоять из тех предложений, которые граждане смогут высказать в рамках общественных приемных президента. Активная работа с избирателями уже вовсю идет. График встреч доверенных лиц всех кандидатов в президенты распланирован по дням до окончания избирательной кампании. Донести свою программу до избирателей – их главная задача. На Сочинском экономическом форуме глава Чувашии провел целый ряд переговоров с потенциальными инвесторами и послами зарубежных стран. О первых результатах рабочих встреч – сюжет Дмитрия Ковалева. Медиацентр Олимпийского парка в дни Сочинского инвестфорума принял более 4000 гостей. Для глав регионов это возможность прежде всего наладить новые личные контакты. У Чувашской делегации десятки рабочих встреч, деловые переговоры с президентом Республики Татарстан, губернаторами Башкирии, Тывы, Ингушетии, Тульской и Томской областей. Совместные планы Михаил Игнатьев обсудил с предпринимателями, финансистами и представителями банковского сообщества. Конечно, дальше нужно мероприятие разрабатывать, закреплять ответственных должностных лиц для того, чтобы получить результат. Касаясь банковской сферы, отдельные заемщики у нас закредитованы. Удалось уже предварительно договориться, как проводить реструктуризацию накопившихся долгов. Касаясь предпринимательского сообщества, подписали с руководителями энергомодуля. Он вкладывает свои инвестиции, 500 миллионов рублей, в экономику Чувашьей республики. В республике налаживают и деловые контакты с Бахрейном. Чрезвычайный и полномочный посол страны Ахмед Аль-Саати отметил, что готов в ближайшее время приехать в Чувашию с рабочим визитом. Толчок к двусторонним связям намерены дать и в республике Руанда. В направлении образования, потому что, как вы знаете, образование – это база развития каждой страны, и поэтому с Чувашей мы в этом направлении сотрудничество. Наши студенты довольны, и мы довольны их образованием. Партнерские связи у республики развиваются и с инвесторами из Берлина. Сейчас в Канаше работает немецкий завод по выпуску соусов, но могут быть реализованы и другие проекты. У них по объемам поднимаются, и они эту продукцию, кроме Москвы, видят дальше на экспорт. Качественную продукцию. Большие, очень хорошие показатели в регионе Чувашии. И поздравляю вас очень раз. Не забыл об этих разговорах, проекте, об этой идее. И он готов это сделать, специальный вечер, сделать отдельное соединение немецкой и австрийской экономики. На первый план выходят и вопросы экспорта продукции в другие страны. О выходе на внешние рынки говорили участники делового завтрака Минсельхоза. За последние годы поставки за рубеж увеличились в семь раз. В федеральном ведомстве отмечают, что агропромышленный комплекс продолжит наращивать свой потенциал. Укрепить позиции на рынке и решить вопросы продовольственной безопасности помогут новые меры господдержки отрасли. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев, Республика из Сочи. Сегодня в Чебоксарах встречали Лану Прусакову. Спортсменка-фристайлистка вернулась с Олимпиады. Медали в женском лыжном слоуп стайли. На Олимпиаде разыграли 17 февраля. На старт вышли две россиянки, в том числе и Лана Прусакова. По итогам двух квалификационных заездов чувашская спортсменка показала 14 результат и не прошла в финал. Лану! Привет! Привет! Лане всего 17 лет и это первая Олимпиада в ее карьере. Немного обидно, что не смогла показать свой максимум на Олимпиаде. И ошиблась на таком простом трюке. Очень обидно, конечно. Но это опыт, что я могу сказать. Очень рада, что там пребывала. Больше всего за девушку болела ее семья. Мы собрались всей семьей, со всеми родственниками. Встали в 3 часа утра. Стали искать по телевизору, на всех каналах эту квалификацию, когда проходили соревнования. Нигде не нашли. Просто паника такая началась. Стали звонить сам родственникам. Кто-то там нашел, где трансляция. Комментировали каждый ее шаг, каждое ее выступление. Ну, очень сильно волновались. Но потом, когда узнали, что она в финал не попала, ну, немножечко расстроились. Но с другой стороны, мы все равно рады, что она попала на эту Олимпиаду. И очень гордимся ей. Дома старшую дочь. Просаковой вообще видят очень редко из-за плотного графика соревнований и тренировок. В этот раз в Чувашию Лана тоже приехала ненадолго. Уже 3 марта в швейцарском Сильваплане стартует этап Кубка мира. На Олимпиаде я очень волновалась. Олимпиада – это самый высокий старт. На Кубке мира, я думаю, сейчас будет попроще. Завтра в Чувашию должна вернуться вторая участница Олимпийских игр из Чувашии. Биатлонистка Татьяна Акимова. Ольга Пырочкина, Анастасия Лангина, Андрей Шоклев. Республика. У следственного управления Следственного комитета по Чувашии новый руководитель. Указом президента России на эту должность назначен Александр Полтинин. Сегодня его представили коллегам. На протяжении 10 лет Александр Полтинин возглавлял Приволжское следственное управление на транспорте и долгое время работал в органах внутренних дел. Перед новым руководителем стоит немало задач. Главное – обеспечить эффективность расследования уголовных дел. За время службы в должности руководителя Следственного управления Александр Владимирович проявил себя с положительной стороны как настоящий руководитель и профессионал следственной работы. За 20 лет службы в органах прокуратуры, МВД и Следственного комитета Александр Владимирович накопил практический опыт руководящий работы и профессиональное знание. У нас следственным управлением выстроено эффективное, результативное взаимодействие. Я искренне благодарен за это Александру Петровичу Мегушову вместе с вами. Сегодня же в торжественной обстановке Александру Полтинину вручили служебное удостоверение. Новый руководитель намерен и дальше выстраивать взаимодействие с правоохранительными органами. Предшественник Полтинина Александр Мегушов переехал в другой регион. Он возглавил управление Следственного комитета «Авмариэл». Я уверен, что приложу все силы в деле становления законности и правопорядка на территории Чувашской республики. Честь имею. В Чувашии завершился прием заявок на участие в федеральной программе «Комфортная городская среда по благоустройству территорий». Сейчас разрабатывают дизайн-проекты. Что нужно сделать, чтобы они были одобрены и получили финансовую поддержку? Эти и другие вопросы обсудили на пресс-конференции главного архитектора Чувашии Александра Шевлягина. На формирование комфортной городской среды республика в этом году получила 265 миллионов рублей. Все проекты и эскизы благоустройств будут проверять специалисты. Мера вынужденная. Качеству проекта в прошлом году было немало упреков. Вот лишь один пример. Вот они взяли ударение, сделали, вот голубеньким выделили, это проезд. А все, что рядом, около проезда, ни дорожек нет пешеходных к подъездам. То есть опять это будем ходить по проездам. Зимой это все будет завалено снегом. 62 муниципалитета. Именно столько поселений вошли в программу в этом году. Сейчас 68 эскизов проверяют на соответствие определенным нормам. 19 уже согласовано. Ключевую проблему обозначил главный архитектор. То есть до сих пор пользуются той программой, которая была в прошлом году. То есть был определен минимальный перечень этих, то есть замена освещения, замена проездов, там замена малых архитектурных форм. Но, скажем так, эта программа далека от создания комфортной среды. Получается, то есть они просто ремонтируют то, что пришло в негодность. А сама среда как бы не создается. В районах республики приведут в порядок 27 дворов. Адреса уже известны. Это Шумерля, Канаж, АллатРи, Марпасад, Батырево, Козловка и Цивильск. Прошлогодние ошибки обещают учесть. Скажем так, есть спортивная площадка рядом, футбольная площадка, мини-футбол. И тут же размещается детская площадка для, скажем так, среднего и младшего возраста. Вокруг футбольного поля нет ограждения. Ну как, вот дети бегают, то есть не дети, а подростки там или кто-то гоняет футбол этим мечом можно элементарно ребенка там полутора-двухлетнего снести с любого игрового элемента, причинить ему довольно-таки ощутимый ущерб здоровью. В настоящее время в Чебоксарах определен перечень из 18 общественных пространств. Три из них, которые наберут наибольшее число голосов и будут благоустроены. Скверы и парки, попавшие в заветный список, приведут в порядок, разработают особый ландшафтный дизайн и оборудуют малыми формами. В минувшем году в столице республики удалось обустроить 25 дворов. Однако сейчас уже ясно, что без софинансирования не обойтись. Дворы, если только городской бюджет найдет средства. На сегодняшний момент, пока денег на все не хватает, надо, во-первых, разбудить в людях потребность, чтобы они тоже участвовали в этом. Не только людей, но еще коммерческие структуры подтягивать надо, которые как раз будут работать на этот объект, допустим, на парк, на сквер, еще что-то. В Минстрое обещают усилить контроль за исполнением проектов. Рейтинговые голосования за уже готовые дизайн-проекты в Чебоксарах пройдет 18 марта одновременно с выборами президента. Ну а после они уже смогут претендовать на получение средств федеральной программы. Рифат Фадкулин, от Неркорсаков, Республика. Место встречи изменить нельзя. Артисты Чувашского драматического театра представили в Казани историческую постановку. Спектакль «Не так живи, как хочется» по пьесе Островского играли здесь сто лет назад. Это здание, сцена и спектакль играют в истории театра особую роль. Именно здесь 27 января 1918 года зародилась чувашская драма. И вот спустя век постановка вновь вернулась на свою дебютную сцену. Азартная история с детективным окрасом и любовной линией. Зритель увидел спектакль в новом прочтении. Действие происходит во время масленицы, но не русской, а чувашской, со всеми традиционными песнями и танцами. В сто лет все только начинается, а уверены в театре. Творческих планов немерено. Впереди новые спектакли и новые города. В 2018 году исполняется 100 лет со дня образования военных комиссариатов. Их учредили, чтобы в короткие сроки создать сильную армию. Уроки мужества, посвященные этим событиям, сейчас проходят во многих школах Приволжского федерального округа. 150 кадет Чебоксарского корпуса смогли лично задать вопросы командиру ракетного катера «Чувашия». Урок мужества в роли учителя настоящий командир ракетного катера с гордым названием «Чувашия». Артем Старков сменил морские просторы на «Чувашские», чтобы в преддверии 23 февраля рассказать школьникам о своей службе. Много не расскажешь, потому что все-таки там есть некоторые военные тайны. Корабль постоянно несет боевые дежурства по охране границы нашей территории, также воздушной территории. «Р-2» переименовали в «Чувашию» три года назад. В отличие от имени, место службы ракетный катер не сменил. Он также входит в состав Балтийского флота. В свой отпечаток накладывает место – Калининградская область, которая является анклавом. Это и интересно, и в некоторой степени опасно. Поэтому у многих призывников есть горячее желание попасть именно сюда. У кадет определенные преимущества. У нас в кадетском корпусе 8 человек только учатся, и сегодня уже на Балтийском флоте служат. Хотелось бы себя проявить в качестве хорошего военного, посвятить свою жизнь профессии военного, стать капитаном. Уроки мужества проходят во всех регионах ПФО. Со школьниками делятся рассказами о своем профессиональном пути действующие военнослужащие. Рассказывают об истории развития вооруженных сил нашей страны, которые в этом году отмечают 100-летие. Ирина Волкова, Борис Андреев, Республика. Приближается день Икс, 23 февраля. Количество женщин в торговых центрах и мужских магазинах заметно вырастает. Всех их объединяет желание порадовать своих мужчин необычным подарком, но задача не из простых. Чего хотят мужчины и знают ли об этом женщины – ответ в нашем сюжете. Как правило, список подарков на День защитника Отечества повторяется из года в год. Инструменты, подарочные сертификаты, парфюмерия, одежда. Большинство женщин подарит именно это. Но давайте попробуем найти формулу идеального подарка. Быть может, он отличается от тех, к которым мы так привыкли. Каждый ждет чего-то своего особенного. У меня сын. Для него идеальный подарок. Наверное, то, что я к нему приеду, он пошел у меня в Москве. Ну а мужу, как обычно, носки, туалетные принадлежности. Ой, ну вообще я стараюсь как-то покреативнее что-нибудь придумать. Какие-нибудь ролики с фотографией. Можно стихотворение рассказать, можно песни спеть. Или открытку красивую сделать. Ну, например, подарить букет из шорума, я не знаю. Внимание, я думаю, самое главное. Теплоту от женщины, внимание. А вот Светлана уверена, что лучшим подарком мужчине будет он сам. А точнее, его маленькая копия. Такие текстильные миниатюры не останутся без внимания. Ведь этот подарок пронизан теплом рук и любовью. Очень оригинальный подарок, очень эксклюзивный, неповторимый. Такой подарок, я не знаю, запоминающийся. Здесь тоже можно сделать легкое какое-то портретное сходство, но уже не касаем лица. А вот одежды. Будет и интерьер украшать, и поднимать настроение. Но никто не знает лучше самих мужчин, чего они ждут от близких в свой день. Поздравление просто, например, в устной форме, в письменной форме. Вот это будет лучший подарок для меня. Только внимание. А что такое? А что материального? Посидеть, поговорить, вспомнить, как мы в армии служили. Обычно мне парфюмерия дарят. Годы и ждут. Я бы, наверное, хотел. Скорее всего, у него свет крутой и лучше. Я обычно люблю паяльники, разное такое. Для пистолета мне сейчас нужен сломался, потому что... Ничего не жду. Просто радость и улыбка. Несомненно, внимание для мужчин это главное. И не только на 23 февраля. Ведь их объединяет желание быть сильными, нужными, незаменимыми. Независимо от своей профессии, увлечений и статуса. И главное, чтобы вы не решили подарить своим мужчинам, дорогие женщины, помните, впереди 8 марта. Татьяна Филатова, Атнир Корсаков, Республика. В преддверии Дня защитника Отечества в Сталисо-Чувашии прошел фестиваль «Лучший папа». За право так называться боролись около 400 глав семей со всего города с места событий. Рифат Фаткуин. Они веселые и талантливые, умные и смелые, сильные телом и духом. Так или иначе, для своих детей они самые лучшие. У них разный статус, они рабочие и начальники. Но сегодня испытывают себя на скорость, меткость и выносливость. Отжимания, гировой спорт, футбол и волейбол. Состязаний немало. Мы должны быть примером своим детям, показывать, какой образ жизни мы должны вести в своей долгой, насыщенной жизни. Молодому поколению очень приятно. И сегодня с утра больше подгонял меня сын, чем я его. Семья Гавриловых со спортом неразлучна. Лыжи, бег, велосипед занимаются всем понемногу. В фестивале участвуют в третий год. Глава семьи, оператор станков с программным управлением, на время сменил рабочую одежду на спортивную. Я хочу показать своему сыну пример, что можно заниматься спортом, достичь успехов. Жена и дети на время конкурса стали болельщиками. Они пришли сюда только за победой. Папа у нас очень сильный, очень мудрый. Он всегда старается быть на первых местах. У нас мальчик спортивный тоже. В таких соревнованиях проверяется на прочность дух и единство семьи. Дружные родители и дети всегда проводят вместе свободное время. Семья – это ячейка общества. И какие вырастут наши дети, конечно же, зависит от нас, от нас родителей. Мы своим примером показываем, какими должны быть наши дети. Любить спорт, заниматься спортом. Рифат Фадкулин, Борис Андреев, Республика. От дальневосточных морепродуктов и мармелада ручной работы до монгольского трикотажа и яркой узбекской посуды. Сегодня в Чебоксарах открылась всероссийская ярмарка. Об этом далее я с вами прощаюсь. Жизнь, дорогие, боевые, ярмарки, счастливые. Покупайте все вскоре. Все равно новые, новые. Сыры из Абхазии, рыбные деликатесы с Камчатки, оригинальные мясные угощения из Белоруссии. На ярмарке продукция от 70 предпринимателей со всей России и не только. Мы привозим такие эксклюзивные позиции для вас, как вот балык из лосятина. Наинежнейшее мясо у нас есть сыровяленые деликатесы, не имеющие аналогов ни на одном прилавке. Мясо идет из оленины, медвежатины и бустерную армянскую нам привезли, из мраморной говязины с персом. Именно эти деликатесы смогут стать главным украшением праздничного стола. Продукция-то вообще-то ценится у нас вроде. У нас в магазинах все равно выбор не такой большой, да? Здесь, конечно, что выбирать. И оценить, сравнить. Это и людей сближает, и народ видит, что в России есть еще и промыслы, и мед, и халва, и чай. Я доволен. Всем желающим предлагают продегустировать продукцию прямо на месте, оценить качество и выбрать товар по своему вкусу. Например, у стенда с мармеладом покупатели задерживаются особенно долго. Мы привезли натуральный мармелад, который произведен в Тверской области по уникальной технологии. Состав здесь натуральнейший. Содержатся именно свежие ягоды, фрукты, и он изготовлен на основе пектина. На ярмарке можно не только выбрать вкусные и полезные продукты, но и обновить гардероб. Модникам и модницам предлагают теплую и уютную одежду из монгольского кашемира, легкие и пушистые платки из Оренбурга, льняные платья из Костромы. А также здесь можно приобрести оригинальные подарки к предстоящим праздникам. Полотенца Владимирские, очень красивый дизайн, красивые шикарные скатерти, салфеточки, чехлы на мягкую мебель турецкие, габелиновые покрывала. Чтобы почувствовать колорит народов страны, не выезжая за пределы столицы Чувашии, достаточно прийти на всероссийскую ярмарку. Ярмарочный павильон развернулся у гипермаркета «Мегастрой» на Марпасадском шоссе. Качественная вещь по доступной цене. Об этом мечтает практически каждый. Благодаря ярмарке верхней одежды мечты стали реальностью. Яркие цвета, разнообразные фактуры и внушительный размерный ряд от 42 до 72 размера. Здесь любой может подобрать себе модель по душе. Надежда Артемьева пришла сюда за весенней курткой, но уже присмотрела себе и зимнюю. Здесь очень большой ассортимент, больше даже чем на рынках, вместе все взятых. Я хочу обновить гардероб, скоро весна, хочу себе новую курточку. Продавцы-консультанты помогли мне подобрать несколько вариантов. Я думаю, без покупки я сегодня не уйду. Правильный выбор утеплителя для верхней одежды очень важен. Она должна хорошо сохранять тепло, но при этом толщина и вес изделия должны быть минимальны. Ведь чем легче и теплее зимняя куртка или пальто, тем удобнее и приятнее их носить. На ярмарке можно встретить различные вариации утеплителя. От классического синтепона и пуха до ультрасовременного тенсулейта. Есть варианты для любителей натурального меха. Куртки с мехом кролика, норки, лисы. Мы привезли огромную коллекцию верхней одежды, курток пуховиков. Это более 3,5 тысяч различных моделей. Все отшивается на российских фабриках, качество очень хорошее. Вся продукция покупается очень большим оптом, поэтому цены у нас недорогие. Все весенние и осенние модели 3,5 тысячи рублей, зимние модели 4,5 тысячи рублей. Мы ждем всех жителей города. У нас на ярмарке продавцы-консультанты помогут подобрать одежду абсолютно для каждого. Без ущерба для бюджета одеть всю семью можно здесь, на ярмарке верхней одежды. Она работает с 10 часов утра и до 19 вечера без обеда и выходных. А разместилась она во дворце культуры «Салют» по адресу улицы Энтузиасов 36,9. Торопитесь, ярмарка пробудет в столице Чувашии до 4 марта включительно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова